Наркотики это плохо Китайцы считали гашиш лечебной травой Которая помогала им избавиться от рассеянности и кашля Скифы использовали коноплянные семена для растопки бани А южноамериканские индейцы при проведении церемоний вызова духов Жевали листья коки Даже Гомер, известный древнегреческий поэт Своей эпопеей об Одиссеи писал о подаренном Елене Прекрасной снадобье Дарящим забвение бедствий Как вы уже догадались, широкое применение наркотические вещества получили в медицине Благодаря своим особым свойствам Разнообразные зелья, мази и травы Помогали людям справиться с болью, бессонницей, простудой, усталостью или плохим настроением Даже в современной медицине некоторые из них продолжают использовать для облегчения страданий тяжело больных Но если эти природные чудо-травки и их современные синтетические заменители Помогают исцелять и облегчают боль Что же их делает такими опасными для здоровья человека? Практически все наркотики, прямо или косвенно, нацелены на систему поощрения мозга Да-да, та система поощрения, которую используют для дрессировки животных Только в роли циркового животного оказывается человек Дело в том, что большинство наркотиков в десятки раз увеличивают выработку гормонов дофамина и серотонина Которые вызывают чувство удовольствия Обычно у человека они вырабатываются при положительных эмоциях Будь это вкусная еда, приятная музыка или хорошие воспоминания о встрече с друзьями Наркотики же в свою очередь просто-напросто обманывают систему поощрения Позволяя добиться чувства удовольствия искусственным путем Такое вмешательство изменяет функционирование центра удовольствия, разрушая до 50% нейронов, производящих дофамин И чтобы получать прежнее удовольствие, мозг требует постоянного увеличения дозы наркотиков Отсюда и возникает зависимость Отказаться от наркотиков организму очень сложно из-за так называемого синдрома отмены Он проявляется в том, что при снижении дозы желанного яда или полном отказе от него Физическое и психологическое состояние человека резко ухудшается Начинается ломка, во время которой человек может испытывать невыносимые боли Из-за них он не может думать ни о чем другом, кроме как о новой дозе Чем дольше человек принимает дурманящие вещества, тем быстрее прекращается действие очередной дозы И он сразу же начинает испытывать потребность в новой Чем сильнее наркотик, тем быстрее формируется этот синдром Бессонница, ухудшение памяти, головные боли, психоз, истощение, импотенция Нарушение работы разных органов, инсульт и инфаркт Вот далеко не полный список того, чем могут одарить нас наркотики А потребление инъекционных наркотиков может привести к заражению различными инфекциями В том числе неизлечимой ВИЧ-инфекцией С развитием науки и медицины менялось применение наркотиков В 19-м и даже в начале 20-го столетия Свободно продавались товары с содержанием ныне запрещенных веществ Таких как героин, кокаин, морфий, метамфетамин и многие другие Все это продавалось под видом лекарств от разных болезней Даже известная нам всем газировка кока-кола в период с 1886 по 1903 год считалась лекарственным напитком и содержала в своем составе кокаин Помните, что ресурсы нашего организма не бесконечны и любой из наркотиков наносит ему вред в той или иной степени Даже такие легализованные наркотики, как алкоголь и табак, могут стать причиной массы проблем Так что, ребята, остерегайтесь странных дядей в пальто, предлагающих магические таблетки и порошки на улицах И помните, что наркотики – это плохо Продолжение следует...